После того, как в течение последних нескольких лет Lexus NX сидел сложа руки и наблюдал за развитием остальных моделей люксовых субкомпактных внедорожников, он возвращается в игру, проводя собственную модернизацию. Модель 2022 года является полностью новой, и её дизайн более обтекаемый, чем у предыдущего поколения, со светодиодными фарами и лобовым стеклом с более агрессивным наклоном. Хотя NX имеет общее шасси силовые агрегаты Toyota RAV4, Lexus больше похож на небольшой кроссовер UX, хотя и выше и шире, Lexus скорее всего предложит модель 2022 года с двумя различными бензиновыми двигателями, а также двумя различными гибридами, один из которых будет подключаемым. Новоиспечённый NX 2022 года будет представлять большую угрозу для конкурирующих небольших внедорожников люксовых брендов Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA класса, чем его предшественник. В отличие от модели прошлого поколения, которая предлагалась с одним из двух двигателей, NX 2022 года будет иметь четыре варианта силовых агрегатов. Базовая модель NX 250 будет оснащаться 203-сильным 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем, а NX 350 – 275-сильным 2,4-литровым турбодвигателем. Оба варианта будут комплектоваться восьмиступенчатым автоматом, но если NX 250 может быть с передним или полным приводом, то для NX 350 полный привод является стандартным. Также представлены два различных гибридных варианта, начиная с NX 350H, в котором два электромотора работают в паре с 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 239 лошадиных сил. Более интересным вариантом является топовый NX 450H+, который заимствует свой 302-сильный подключаемый гибридный силовой агрегат у RAV4 Prime. Оба гибриды в стандартной комплектации оснащаются полным приводом. Дизайн салона нового NX совершил большой скачок вперёд, получив более современный вид и более стильные материалы. Предыдущая модель предлагала один из самых просторных салонов в сегменте люксовых субкомпактных кроссоверов, но по словам Lexus, новая модель предлагает ещё больше места для пассажиров на заднем сиденье, а также дополнительное пространство для груза. В качестве опции предлагаются панорамный люк, подогрев задних сидений, система подсветки салона с 64 вариантами цветов и отделка чёрным деревом с открытыми порами. Все модели NX оснащены информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном. Базовые модели оснащаются 9-8-дюймовым дисплеем. В комплектациях высшего класса устанавливается большой 14-дюймовый блок. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию и работают через беспроводное соединение. Беспроводная площадка для зарядки смартфонов является опцией, как и дисплей на лобовом стекле. Lexus не поделился информацией об аудиосистемах NX, но мы ожидаем, что премиальная аудиосистема Марк Левинсон станет опцией. Сколько будет стоить Lexus NX 2022 года? Цены образования пока неизвестны, но мы ожидаем, что Lexus NX 2022 года будет стоить от 40 тысяч долларов. Цены на гибридные NX350H и NX450H Plus в более высоких комплектациях, скорее всего, будут стоить более 40 тысяч долларов.